Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее историю и дам свои комментарии. Итак, спасибо, что так подробно, честно рассказываете о стороне. Не пропускаю ваши выпуски. Смотрю с большим интересом. Многое для себя поняла из анонимных историй. Обращаюсь к вам за помощью и с просьбой увидеть со стороны мою ситуацию. Так как в историях от анонимов вы очень четко все подмечаете, так как психолог. Я в тупике, не знаю, как реагировать. Помогите мне, пожалуйста. Я познакомилась абсолютно случайно, ошиблась номером, и завязалась переписка с мужчиной. Я не замужем и не была замужем. Он сказал, что он тоже свободен. Сказал, но не показывал мне каких-то доказательств, так что я тогда не настаивала. Еще в начале переписки обмолвился. Иногда нет возможности, чтобы желания сбылись. Я не стала разводить эту тему. Сначала все на шутках каких-то было. Мы переписывались по несколько часов в день, видели все видео. Но очень часто делал он акцент, что он беден, а я богата. А потом, после месяца общения, он признался, что хотел бы видеть меня своей женой, что влюблен. Я говорила разница в возрасте, но ему было все равно. Разница в возрасте, я возраст не буду называть, но на самом деле она просто всего лишь на три года старше, чем он. Не какая-то катастрофа, у них разница три года. Его просьбы о видеозвонках стали какими-то навязчивыми для меня. Он мог позвонить во время моей работы, когда я иду домой, перед сном, и даже когда я уже попрощалась и легла просто спать. Такой, знаете, контрольный звонок. Я думала, ну, проверяет, наверное, есть ли у меня муж или друг. Он это оправдывает тем, что он скучает по мне. Я тоже здесь остановлюсь, я бы тоже восприняла это как некий контроль. Явно, ну, я свои рассуждения чуть дальше скажу. Рассказал о своей жизни все. То, что он не богат, он работает в охране какой-то, живет в Стамбуле с мамой. Есть у них также дом в деревне, ему 40 лет. Меня считает богатой невесткой, так как имею свое жилье, хорошую работу, на которой действительно надо мне пахать вообще-то иногда с утра до вечера с документами. Сказал, что ревнует и хочет видеть часто меня, но когда поженимся, то тотального контроля тип не будет. Буду сидеть дома, воспитывать детей, денег немного, но на еду нам хватит. У меня сразу к вам вопрос, еще я письмо не дочитала. Вам это надо? Такая перспектива вам зачем? Вам уже сразу говорят, денег немного, на еду только нам хватит. Окей. Я сказала, не хочу так далеко планировать. Надо сначала встретиться в Стамбуле. То есть вот этим ответом, понимаете, вы уже принимаете то, что вас такой расклад устраивает. Ну, типа, я далеко не планирую, но посмотрим. Окей. Я планировала в начале марта, но рейсы перенесены уже на конец мая, начало июня. И вот я не пойму, он перегорел отношениями или что? Он говорит, что читал переписку нашу и понял, что я его не люблю так сильно, как он, потому что видеозвонок, его не открываю, например. Да, действительно, я согласна. Иногда сама напугала похоже, иногда работа не мне не позволяет. Было и три дня, что у нас не было видеозвонков. Два дня слез, и он сказал, чтобы я его удалила и заблокировала. Сам он это делать не сможет, потому что он меня любит. Но и болеет он сильно, то есть ему больно из-за моей нерешительности удалить его из списка контактов. Он говорит, что скучает, привязался очень. Он мне нравится, и с каждым разом чем дальше, тем больше. Но как сейчас, даже не видя его живым, планировать наше будущее или совместную жизнь? Вопрос. Можно, конечно, в мечтах это все озвучивать, а он это воспринимает, что я его не люблю. Я задумалась. Простите меня, пожалуйста, за прямоту, Галина. Может, он ищет возможность не особо вкладываться в совместную жизнь? Хотя на следующий день говорит, чтобы я все свое московское состояние, в кавычках, отдала своей сестре. Типа, ему ничего от меня не надо. Что делать? Или ведь я устала, успокоения тоже не найду. И его я не могу понять, врет он или не врет, или меня проверяет. Галина, может быть, у вас есть совет, что мне делать? Выразите, пожалуйста, ваше мнение. А я с удовольствием его выражу, знаете, потому что ваша история, она очень частая. Очень частая. Поэтому мне захотелось ее в видео озвучить. Я вот в такой ситуации, как вы описали, вы же совет именно попросили. Кто говорит, что психологи советы не дают? Да, но я сейчас не психолог. Мой просто такой житейский совет. У вас в этой ситуации должен быть разум, а не чувства и эмоции. Пожалуйста, прислушивайтесь к вашему рациональному внутри вас, а не эмоциональным каким-то всплеском. Он, видите, вас эмоционально берет слезы, тягомотина, давит на чувство вины, на жалость, эмоционально продавливает. Ваша правда, ваше правильное решение и правда за вами будет, пока вы будете рассчитывать, скажем так, ситуацию просчитывать мозгом своим. Там будет у вас успех. То, что он делает, вот эти эмоциональные, это некое давление, однозначно. Я не убираю момент то, что он вас любит. У него действительно, скорее всего, есть какие-то чувства. Но я вам хочу сейчас вот на это рациональное, на, скажем так, на ваш мозг и здравый смысл рассчитывая, хочу вам перевести с его эмоционального языка на наш человеческий, практичный, что он вам говорит. Он говорит, у меня не очень много денег, я работаю просто охранником, живу со своей мамой даже. У него нет никакого отдельного жилья и снимать он тоже его не планирует. Не потому, что он такой семейный хав, что, скорее всего, на это денег нет. У нас там какой-то домик в деревне какой-то под городом есть. Ну, это неудивительно, они здесь практически здесь у всех, потому что все кто-то и родственники из каких-то деревень умирают, тети, дяди, дедушки, бабушки. Всем эти дома достаются, здесь это вообще не сюрприз. И, честно, это, как правило, никакой ценности не составляет очень сильно, поверьте. Только разве что земля, которая под этим домом, и то это сейчас, короче, это не такие огромные там деньги. Я тебя люблю, приезжай. Что я тебе даю? Неизвестно, где мы будем жить. Надо, скорее всего, с моей мамой. Денег у нас будет только на еду. Поэтому о развлечениях, походах там куда-то, одежде нормальной, одежде для наших детей, если мы их будем рожать, о нормальном уровне еды забудь. Я тебе этого не гарантирую. Но я тебе могу дать свою любовь. Если на моём чувстве любви ты готова на всё закрыть глаза, на свои потребности, на свои желания, на свой уровень жизни и опустить его до такого уровня, жить с моей мамой, просто за еду и меня любить, соглашайся. Вот и всё. Видя ваше некое недоумение и сопротивление, видимо, у него есть там, допустим, чувства, да, он чувствует свою неуверенность, уязвённость и некое, скажем так, отторжение, да, мамка, какая ты меня не любишь. Чувак, ну у меня другое определение, например, любви. Любить — это когда определённый уровень одинаковый, например, есть. Уровень бытовой, социальный, культурный в том числе. И я с тобой на другом, например. Вот вы по факту на другом с ним уровне во всех моментах. Вас объединяет только чувство вот это, которое он вам может, скажем так, назовём так, дать, продать. Любовь называется, что тебя любят. Здесь вопрос о том, насколько для вас вот это ощущение, что меня любят, очень мне важно. Но я хочу предупредить, что если вы сделаете этот выбор и вступите с ним в серьёзные отношения, свадьба всей истории, сказать, что он-то будет предлагать, если вы с ним лично встретитесь, он от вас вообще не отстанет. Вы для него, как вы говорите, выгодная партия абсолютно. Поверьте, вот эта любовь, она очень быстро уйдёт. Её хоть не очень надолго этот запал. И по факту вы останетесь рациональным и с бытовухой. Безденежьем, жильём некомфортным с его взрослой мамой, пожилой, скорее всего, у которой свои законы, дай бог, там деменция, какие-то заболевания, там, пром, прочее. Они, известно, примут вас в эту семью или нет. Денег нет. Я вижу, в Стамбул красивая жизнь, богатая жизнь, дорогая жизнь здесь. Это вообще самый дорогой город в стране. По питанию, по всему. Я это всё вижу, вот очень сильно хочу, у меня этого нет. Но на эту сделку, назовём так, желаниями своими, я пошла осознанно. Мне муж мой до этого говорил, мне это ничего не будет. Можешь только ходить, смотреть, облизываться. Если сама не пойдёшь работать, ничего этого не будет. И вот подумайте, для того, чтобы в этом не плавать, не понимание, а не с этим мужчиной, а вообще, в общем, составьте себе план, как вы видите свою жизнь семейную. Неважно, страна, неважно, национальность мужчины, вообще, чего вы хотите. Например, как вариант. Можете своё накидать, да? Я вижу, чтобы у нас, я, например, работала, была в браке, у нас, например, двое детей с мужем. Мы стабильный, у нас стабильный, достойный доход. Например, мы с ним раз в год с семьёй летаем отдыхать. Мы покупаем не самые дешёвые, но и не самые, может, дорогие продукты, но среднего уровня качественные продукты мы можем себе позволить. Мы можем себе позволить, там, одежду, например, детей своих достойно одевать из себя, там, кружки им оплачивать, вся прочая история. Видите, я просим про финансовые, в основном, да, у меня выходит. Но это, к сожалению, если в семейной бытовой жизни из-за того очень многие кусочки выпадают, кирпичики, этот дом семейный, он рушится, возникает недовольство, недоговорённость, претензии, и любовь такая улетает куда-то. Это и есть та бытовуха, с которой сталкиваются, а которую разбиваются. У вас будет два момента. Либо всё это проглотить, закрывать на это глаза, не возникать и жить вот так, в бедности какой-то, типа с любовью. Она потом, любовь-то нужна будет. Либо возникать, а любви тут же уже нет, проблемы, ругань, недовольство своей жизнью и так далее. На данный момент, если вы меня спрашиваете, альфонс ли он какой-то или кто, что им мотивирует, как мне реагировать. Вы можете съездить на встречу, один раз посмотреть. Обратите внимание именно на социальное, на материальное. Поверьте, то, что вы увидите с ним на встрече, это будет самое лучшее, это будет вышка, это будет максимум, что он вам может дать. Потому что, я говорю, турки хорохорятся перед женщинами, выпендриваются, могут дальше брать кредиты, чтобы всё оплачивать, в рестораны водить и так далее. По факту семейной жизни этого может не быть потом. Это выяснится потом, что у него кредиты какие-то за ваши там встречи. Это в грубой форме, но по факту так выходит по результату. Съездите на встречу, посмотрите, что вам, обратите внимание, какая на нём одежда, как вы проводите досуг, что он вам говорит. Познакомьтесь обязательно с его мамой, посетите его дома обязательно в первую эту встречу, чтобы всё расставить, не надо всё растягивать на всякие полёты ваше более долгое время. Так что всё сразу узнайте за одну поездку, потом сделайте на мой приеде выводы, продолжать вам это или нет. Он будет очень классно петь вам в уши, речи выпускать. Он, думаю, даже сейчас в переписке вам ничего не обещает. Нормальная семья для этой жизни, стабильная. Ну, пардон, я вот такой реалист. Я точно знаю, что стабильность вот этой семейной жизни не только на любви держится уж, извините, а вот это всё бытовое и социальное наше, когда у тебя, не знаю, нет денег или какие-то проблемы семейные тут же возникают, и любовь уже не так важна. Как говорится, любовная лодка разбилась об вот этот бытовой семейный, короче, мир вот этот жёсткий. Вот что происходит. Поэтому это очень важный момент. Тем более в другую страну переезжать, связывать себя с человеком. И если вы увидите, что это только слова какие-то, он даже ничего не обещает, вы подумайте, вот до этого нарисовав в голове свою картину того, как я хочу, чтобы моя семейная финансовая жизнь была, и вот то, что он предлагает, несопоставимо. Делайте выводы, что, скорее всего, человек для ваших потребностей не подходит. Альфонс ли он или нет? Нет, я думаю, нет, он обычный, я даже скажу, не среднестатистический турок в Стамбуле вот здесь, да. Я бы сказала, что обычный, но не очень много зарабатывающий. Вы понимаете, когда он просто говорит, он работает в охране, ну, там где-то. Работа, вот когда говорят, нет работы, всё очень плохо, низкие зарплаты. Это же тоже зависит от того, а хочет человек заработать или нет. И работая просто в охране где-то, когда ты в физическом, тебе там, условно, 40 лет, ты можешь, не знаю, ну, честно скажу, ты можешь, например, пойти на завод, сколько он всякого производства в Стамбуле здесь. Ты можешь пойти кладовщиком, например. Но это же материальная ответственность. Это же физические, например, нагрузки. И получать в 2-3 раза больше, чем охранник какой-то. Это вот честно скажу. Вы о нём какой-либо количестве вы в это сделаете. Я не думаю, что это прям чисто какой-то альфонс. Но человек реально понимает, что у него финансово где-то меньше, чем у вас. Его это коробит. Посмотрите, может, у него вообще это потом в характере, в поведении где-то полезет. Ему будет неприятно самооценка, что женщина больше, чем он что-то может. Ну, подумайте вообще. Честно, вы уведётесь-то на что? На вот это чувство «я тебя буду любить». На любви далеко не уедешь. Смотрите по факту, что там происходит. Я вам всегда оставляю в инфобоксе под видео свою почту. Пишите ваши истории от анонима. Я буду разбирать видео. Если вам нужна консультация как психолога в скайпе, тоже пишите тема письма консультации. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok